Совместная тактика специального учения вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана Дала Сунгкара 2024 началась в Жамбулской области. В торжественной церемонии открытия учения приняли участие военнослужащие горно-игерского полка регионального командования ЮГ, сухопутных войск Казахстана и их коллеги из воинского подразделения армии Кыргызской республики. Участников совместного учения Дала Сунгкары 2024 приветствовал начальник штаба войск регионального командования ЮГ, сухопутных войск Казахстана полковник Нурлан Карибаев. Руководитель учения отметил, что вооруженные силы двух стран на протяжении многих лет проводят различные совместные учения и благодаря этому вопросы взаимодействия отрабатываются легко и без проблем. Подобные учения между нашими братскими странами проводятся не впервые и берут свое начало с момента создания организации договора коллективной безопасности. Исполнение гимнов и подъем флагов двух стран ознаменовало начало учения, которое продлится на протяжении 10 дней. В ходе этого периода военнослужащие Казахстана и Кыргызстана на практике отработают вопросы боевого взаимодействия. От имени Министерства обороны своей страны военнослужащие Кыргызской республики поблагодарили военное руководство Казахстана за организацию учения и теплый прием контингента вооруженных сил Кыргызстана. Мы участвуем не первый раз в таких учениях. В этот раз мы проводим учения Дала Сунхары 2024. Я думаю, это учение тоже проходит на высшем уровне. Мы с братьями, народами Казахстана будем обмениваться опытами, выполним все поставления задачи на высшем уровне. Все этапы и элементы совместного учения Дала Сунхары 2024 будут проводиться на полигоне Терриса-Щебулак и в ущелье Егор-Каратау. Главная цель взаимодействия смешанного контингента – обезвредить условного противника, который, по легенде учения, пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Основные усилия будут направлены на совместные действия по отработке учебно-боевых задач в горной местности, по вскрытию условного противника, где в основном будет уклон сделан на ведение разведно-боевых действий. После ряда совместных тренировок по горной, тактической, огневой подготовке, по военной топографии и военно-медицинской подготовке, военнослужащие воинских подразделений двух стран распределятся по группам и приступят к выполнению своих задач в горной местности. Дина Мухаринова, Владимир Маштыненко, Айкын, Акпарат.